всем привет друзья давно мы с вами не гуляли по побережью и посмотрите насколько разная погода здесь у нас у моря погода меняется просто каждый день та жара о которой я вам говорила давно прошла и теперь у нас вернулась чисто английская погода ветрено дождливо плюс 19 плюс 20 градусов ну и неудивительно уже наступил август последний месяц лета я сегодня хочу вам показать опять такое видео состоящее из разных фрагментов из разных кусочков прогулки мои и еще то что я хочу вам рассказать о продвижении своего ремонта ну и немножко других новостей и так друзья усаживайтесь поудобнее давайте смотреть обещала вам показать свою чудесную розу она очень быстро кстати распустилась вы знаете уже ей по моему гола года три дня три наверное вот так уже ой ну вы знаете к сожалению ветер не могу сделать красиво продолжают свистеть и радовать меня лилии но уже потихонечку начинают листики терять вот эта первая расцвела и у нее уже теряются листья а еще обратите внимание объедают это знаете объедают слезняки слезняков огромное количество я помню они у меня всю петунию поели когда я ее посадила здесь на клумбе обычно говорят что петунию надо сажать на вот таких подвесных кашпо именно потому что ее обожают слезняки и они ее просто всю сжирали вот такого вы знаете я еще не видела никогда было у нас что погибло много морских звезд ну вот чтобы выбросила на берег столько рыбы какая странная рыба впечатление такое что это какие-то маленькие акулы вот видите или это даже не знаю слушайте вот такой острый плавник наверху плоская морда либо это акулы ну вот тоже женщины видите подошли говорят что по всему берегу валяются эти рыбы еще ой друзья ну не одно так другое у нас вот говорят хас хас надо посмотреть здесь вот в песке то есть она уже давным-давно сюда прибита вообще странная история здесь почему-то две головы валяется может быть уже собаки что ли съели это я иду по побережью и продолжаю вам показывать вы знаете вообще впечатление такое неприятное впечатление такое что везде начинают нарушать баланс вот еще смотрите видите что творится что-то уже не первого я встречаю здесь камчатского краба погибшего и он кстати большой крупный почему он погиб не знаю с песком принесло очень много этой рыбы вот еще одна впечатление такое что что-то тут с экологией тоже не то ну вот посмотрите да это же не просто так вот еще одна и при том огромные рыбы вот еще одна валяется и еще одна в общем сколько я иду столько я встречаю эту рыбу и вот еще одна и Вот эти женщины шли. Если бы я не спросила их, они бы не стали ни фотографировать эту рыбу, ни интересоваться. А вот тоже ведь сказали, что да, мы идем и видим много рыбы. И потом они мне говорят, а вы позвоните в консульство, спросите, наше местное. То есть, понимаете, я вот иностранка со своим плохим английским, буду в консульство звонить. А это у нас опять подсобное хозяйство мужского монастыря Куэреби, в котором мы часто гуляем с вами, друзья. В любимое место. Обожаю вот этих маленьких поросят. А здесь еще, посмотрите, залетел огромный ворон. Этот ворон, он даже больше поросенка. Но как-то вроде бы уживаются и птицы, и маленькие поросятки. Поросяткам этим всего двое суток от роду. Вот каждый год здесь у них вот такое вот семейство нарождается. Все приходят посмотреть. А это я сняла опять специально для вас из окна автобуса. Меня спрашивают. Никогда не видим, как англичане работают на своих участках, на своих палисадничках и садиках. Ну вот я увидела и мельком вам показываю. Ну вот и работают. Одно интересное место. Винчестер хаус. Это дневной пансионат, как бы, в общем, медицинский. Дневной центр, я так понимаю. Давайте мы пройдем и посмотрим. По-моему, он расположен в какой-то старинной церкви. Ну вот, судя по его виду, конечно же, это старинная церковь. Посмотрите. Я ее издалека как-то все видела. Все эти кресты наверху. Не думала, что это здесь ресепшн. Сейчас пройдем. Бывает довольно частое, что церкви английские старинные используют не по назначению. Вот это одна из таких церквей. Посмотрите, какая она красивая, колоритная. А что за церковь, как она называлась, когда она была действующая, совершенно я не знаю. Здесь, видите, центральная, вот это вот, я так понимаю, центральный вход, центральная церковь. Она не задействована, а задействованы вот эти вот подсобные здесь помещения, которых огромное количество. Ну и вы видите, ресепшн, это регистратура по-нашему. Интересно. Очень интересно. А что же интересно у них там внутри в этой церкви? Возможно, даже, что и склад. Да, судя по вот этим коробкам, наваленным здесь на окнах, это у них склад, а здесь у них вход в этот дневной медицинский стационар. Пока стоит автобус, а я все смотрю, как же неудачно посадили эту пальму. Ну, посмотрите, вот все пустое в этом дворике, тем не менее, у самого окна посадили. И вот она выросла как раз на такую высоту, как это окно. Ну, не знаю, может быть и хорошо, если там спальня, что там теперь все, весь обзор закрыт. Вот так вот. Белонги огромные. Они, видите, с какой-нибудь рекламкой. Ну, и вообще, потешить публику. Нет. Да и залезет кто-нибудь в этот огромный шезлонг. Скорее всего, дети туда забираются, чтобы сделать фотку. Ну, а у нас я вижу женщина. О, ее теперь муж сзади толкает, чтобы она бедная выбралась. Выбраться сложно. Еще один красивый дом расположился здесь. Посмотрите, как здорово тоже у него украшен балкон. Лягушка и пара лебедей. А здесь вот такой мраморный фонтан. Это мрамор белый. Очень красиво. Ну, вот сейчас мне посчитают, сколько будет стоить установка этого... этого коврового покрытия. 259,38. Ага, висфитин? Да. Висандрай? 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 Да. Ловли. Пришла в магазин ковровых покрытий. Выбираю себе ковровое покрытие в свою большую комнату. Вот смотрю, какой цвет будет лучше. Либо вот этот светлый, либо какой-то из этих, не знаю. Девушка мне посчитала цену. Боже мой, боже мой, только посмотрите, какой у нас опять дождища льёт. И гром гремит, земля трясётся. Целый день дождь льёт, как из ведра. На этом на сегодня мои маленькие видео-зарисовки для вас закончились. Всего вам доброго, друзья. Ещё увидимся. Всем здоровья, удачи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok